Я попросил наших уважаемых докладчиков, экспертов в этом плане поделиться новостями, потому что что же я все только их собираю и делюсь. И хотя бы по одной новости, что интересного, что нового, они узнали в фармакотерапии и вообще в лечении лорболезни. Может с вас и начнем, Виктория Викторовна? Ну я как всегда подготовилась. У меня две новости, можно? Итак, вот я только что в докладе своем говорила вам про моноклональные антитела и возможности их использования для лечения тяжелых проблем в полости носа, в частности полипозного риносинусита. Ну вот, я не знаю, как моей радости или моему интересу обнаружилась статья и дальше я начала поиск и нашла аж даже целый обзор 14 клинических исследований, которые посвящены применению моноклональных антител при заболевании, с которыми вы, вероятно, хотя бы раз в жизни сталкивались. Это врожденные геморрагические телеангиоктазии, которые вызваны действительно такой вот врожденной операцией, когда нарушается стенка сосудов, полости носа, пациенты испытывают частые носовые кровотечения минимум один раз в неделю. Вот, оказывается, есть препарат бевоцизумаб, это из моноклональных антител, он есть на зарубежном рынке, рынке называется, оригинальное название авастин, вводится он подслизисто и используется для лечения именно вот таких серьезных, часто рецидивирующих носовых кровотечений у такой тяжелой группы пациентов. И даже проведено как минимум 13 исследований на большой группе пациентов, которые показали, что использование этого препарата, относящийся к группе моноклональных антител, по крайней мере, позволяет не излечить пациента, а уменьшить количество этих еженедельных рецидивов. И вторая новость состоит в том, что мы уже любим говорить о фенотипах и эндотипах хронического риносинусита, и начали уже говорить о маркерах хронического воспаления в околоносовых пазухах. И опять же, вот совсем недавно появилась статья в зарубежной литературе, где показано, что есть такой белок, переостин, который является вне клеточным матричным белком, и он определяется в тканях, околоносовых пазухах у пациентов с хроническим риносинуситом, и его уровень концентрации в слизистой оболочке и в сыворотке крови гораздо выше у больных с полипозным риносинуситом, чем при хроническом риносинуситии без полипов и у здоровых людей. Поэтому вот в последнее время вот такие работы, которые посвящены именно маркерам хронического воспаления, позволяют, скорее всего, нам, с одной стороны, прогнозировать возможность дальнейшего развития этих или иных процессов околоносовых пазухов у наших пациентов, страдающих хроническим риносинуситом, а с другой стороны, эти маркеры являются одними из показателей, на которых можно ориентироваться в процессе терапии хронического риносинусита у тяжелых пациентов. Спасибо. Спасибо большое. Сергей Аковлевич, а может что-то в атеатрии тоже произошло за год? Ну, я знаю про классификацию холестеатомы, да. Ну, у нас фармакотерапия здесь. Ну, я на самом деле по фармакотерапии каждый раз узнаю новые из этих конференций, потому что мы видим, что у нас бывают абсолютно противоположные доклады. Одни говорят, там надо мыть, другие говорят, не надо мыть. Ну, это интересно, заставляет думать, лишний раз подчеркивать, что клиническое мышление все-таки у нас должно быть. Мы в каждом случае должны решать, что делать. Ну, я немножко от этой фармакотерапии отступлю. Действительно, произошло знаковое событие. Ну, кто вот историю болезни пишет карточки, знает, что вечно эта проблема с МКБ. Как написать хронический айтит, адгезивный айтит, ретракционный карман, чего-то нет и все. И Международная консенсусная группа, она, так сказать, работала по двум направлениям. В 2017 году, я уже докладывал во время веб-семинара, ну, как-то эту информацию будем распространять, была создана новая классификация холестоатома. Ну, что значит новая? Она просто упорядочила, так сказать, понимание распространения холестоатомы. И это нужно для того, чтобы именно четко описывать в том же протоколе операции, где что было, в каких отделах распространялось. Потому что даже по характеру операции мы знаем, что пишут там антротомия, атикоантротомия, раздельная атикоантротомия. И не всегда понятно, что вообще имелось в виду. Вот. Вот. А следующий шаг, как раз вот, и Андрей Станиславович здесь приложил тоже руку, потому что ко мне обратились вот эта консенсусная группа, которая попыталась упорядочить классификацию хирургических вмешательств на ухе. И вот эта консенсусная группа нуждалась в утверждении этой классификации, ну, по всему миру различными организациями, да. Ну, я счел возможным привлечь общество ринологов, потому что это такая живая организация, которая вот и здесь тоже фигурирует. Вот. И Андрей Станиславович, так сказать, приложил руку к тому, чтобы мы, как Россия, тоже, так сказать, утвердили эту классификацию хирургического стадирования. Ну, к сожалению, в рамках этой конференции я ее не могу представить, но в следующий раз, наверное, обязательно расскажу, потому что она очень четкая, причем она сопоставима с международной вот этой классификацией МКБ, да, что очень важно. И для чего это создано? Для того, чтобы по всему миру, допустим, конкретно от ларингологи понимали друг друга, что за вмешательство было сделано и там какой стадии, допустим, холестоатома, куда она распространялась, чтобы этот был вот за счет классификации как бы международный язык понимания, чтобы не было вот таких индивидуальных каких-то доморощенных классификаций. Ну, вот, собственно говоря, одна из таких важных новостей, которые, наверное, повлияют на нашу любимую ларингологию. Спасибо. Спасибо. Очень важно, конечно, когда люди говорят на одном языке. Можно, можно, Геннадий Сахарович. Дорогие коллеги интересных конференций, я хочу не сказать о том, что мы сделали, а, ну, свой взгляд на перспективу нашу, что нам дальше делать. У нас в стране не проводится фундаментальных исследований нашей специальности. Вот я вчера на сессии Академии побыл, там выступала академик-педиатр, педиатр, и мы с ней поговорили по этому вопросу. Действительно, лор-патология у взрослых и у детей, я это говорил. И вот, мне кажется, дальше пути. Нужно все-таки создать программу определения. Ну, вопрос касается формирования адаптивного иммунитета. Он у каждого человека складывается по-своему. В какой-то момент у него разовьётся и аспириновая триада. Но есть где-то предрасположенность к тому, что она уже у него разовьётся когда-то. Есть какие-то маркёры тому, что у него будет. То есть это большое направление, это большая тема не для общества, это для хорошего научно-исследовательского учреждения с уровня генетики, иммуноморфологии и так далее, чтобы отработать систему выявления маркёров, которые бы могли прогнозировать дальнейшее развитие и жизнь этого человека. Вот в этом пути, молодые, думайте, мы уйдём, но я уйду. Раньше эти ещё будут. А вы продолжите это. Спасибо. Это направление. Я с удовольствием узнал, что нет такого диагноза поствирусный синусит. Я очень долго, года четыре, пытался понять, что такое. Думаю, что что-то похожее будет ожидать и локальный аллергический ренит. Очень сложно понять. Понятно, что это делается для применения методов фармакотерапии, но какого-то доказательного базиса под этими диагнозами нет. И в этом смысле нам надо, пожелаю, осторожно относиться к этим вопросам. И третье, что уже из сегодняшнего доклада я вынес, и что хотел бы тоже сейчас, о чём хотел бы сказать, это то, что нам всё-таки надо дифференцировать нозологические формы. И когда мы говорим, что синуситы должны лечить педиатры, то, наверное, мы имеем в виду насморк, наверное, мы имеем в виду респираторную инфекцию. Но синуситы имеют свои предрасполагающие моменты, свою клинику и свои методы лечения, которыми владеем мы. И то, что касается нашей специальности, мы, конечно, должны более принципиально отстаивать. Спасибо. Поствирусный риносинусит, он не то, что не существует, он не имеет доказательной базы, то есть его определить никак не могут, что это такое. Потому что таких больных, которые неделями и месяцами ходят с соплями, вроде бы и нет гнойного процесса, синусит не проходит. На самом деле оно есть, просто здесь сложности с определением, поэтому в 16-м году группа экспертов написала, что мы не признаем этот термин как не имеющим доказательной базы. Постбактериальный? Ну да, тут проблемы с терминологией, конечно, они достаточно сложные. Дмитрий Петрович, выступите. Дмитрий Петрович, выступите. В Гренландии и Россия. В Гренландии можно, наверное, для ветеринаров по лечению белых медведей выдавать клинические рекомендации, а Россия там абсолютно белая. Поэтому, мне кажется, что следующим обязательным этапом является публикация наших клинических рекомендаций в каких-то индексируемых журналах, чтобы люди знали во всём мире, что это всё-таки не белое пятно. Второе. Попалась подобная статья, обзор клинических рекомендаций по лечению острова Среднего Атита из Израиля. Они обозрели огромное количество клинических рекомендаций, в частности, например, афганские, молдавские, Фиджи, Австралия, Новая Зеландия, Америка, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, к своему удивлению, я увидел, и там различные опции в разных странах, есть они или нету, ни в одной стране, ни на Фидже, ни в США, для рецидивирующих оспархатитов не рекомендована такая опция, как адентомия, которую, ну, вроде мы привыкли, что полагается удалять аденоид. Я не знаю, как к этому относиться, но это несколько порушило мои представления. В большинстве странах есть шунтирование. И третье, по поводу фармакотерапии, вот об этом я не знал, что я скажу ещё 4 часа назад. Я в своём докладе, если помните, говорил, что вот одним из способов борьбы с рецидивирующими танзелитами, галитозисом и так далее, и так далее, является реколонизация ротоглотки альфа-стрептококом. Я об этом узнал в 2012 году, нашёл какую-то публикацию, на днях я нашёл первый систематический обзор, и на иностранных сайтах продаётся это лекарство. И вот в перерыве в обеденном подходят ко мне представители одной из фармацевтических компаний и говорят, что этот препарат в течение ближайших месяцев будет зарегистрирован в России. Так что у нас будет шанс попробовать. Я пока не знаю, работает это или нет, но будет интересно попробовать. Наверное, всё. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Петрович, за интересные новости. Ну, на этом, наверное, стоит уже подвести итоги и закрыть конференцию. Конференции сейчас проходят буквально чуть не каждый день. Можно уже на работу не ходить, ходить только на конференции. На конференции все эти, ну, отличаются по своему формату и содержанию. Вот на прошлой неделе, буквально в пятницу, мы с Сергеем Яковлевичем присутствовали на конференции. Там было два заседания. В каждом заседании по семь, по-моему, докладов. Все доклады рассказывали про какие-то таблетки и препараты. Причём сначала выходит докладчик и говорит, что левоцитеризин – это самый лучший левоцитеризин. Аларат-1 – это плохой препарат. Это Игорь Сергеевич Гущин доказал, что у него низкая афинность к рецепторам. Следующий докладчик выходит, говорит, что Аларат-1 – самый лучший препарат. И, в общем, люди сидят и слушают. Мы как-то это всё так переносили и переносили. Ну, и понятно, что сейчас не проведёшь конференцию без спонсоров. И понятно, что спонсоры хотят не только стоять со стендом, но и чтобы про их препараты говорилось с трибуны. И понятно, что сейчас по телевизору вы даже ни один фильм не посмотрите, чтобы не наслушаться рекламы. Но мне кажется, что наши конференции, они отличаются именно тем, что у нас работает, в общем-то, сложившаяся такая уже, сложившаяся команда докладчиков, которая ответственно подходит к своим докладам. И вы видите, что все доклады, если говорится о препаратах, ну, собственно, как не говорить, если конференция по фармакотерапии, все они поддерживаются какими-то ссылками, метаанализами, обзорами, и к окраиновским фондам. То есть мы не говорим просто так, что вот этот дезлорат-1, он самый лучший дезлорат-1 в мире, или диоксидин наш, самый лучший диоксидин в мире. У нас действительно конференция, которая проводится с позиции доказательной медицины. И, наверное, подтверждением этому, что вы сюда приходите, у нас сегодня более 400 человек было, это, конечно, очень хорошая цифра для такой конференции. И, кстати говоря, вы можете сказать своим коллегам, что у нас велась трансляция этой конференции, и запись этой трансляции, она будет выложена на сайте компания медзнаний, medq.ru, и те ваши коллеги, которые не смогли послушать сегодняшние доклады, смогут сделать это позже на своих компьютерах в интернете. Поэтому еще раз спасибо, что пришли, спасибо за внимание, спасибо, что такой еще существенный коллектив досидел у нас до пяти часов. Я думаю, что мы не будем больше задерживать хозяев этого здания, покинем их с хорошими мыслями и с новыми полученными знаниями. Спасибо большое всем лекторам за интересные доклады. Спасибо. 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 Спасибо.